Налоги при утверждении мирового соглашения. Всем известно, что у нас налоговый кодекс предусматривает виды доходов, которые подлежат налогообложению. Так вот, мнение Верховного Суда на этот счет заключается в том, что все, что предусмотрено главой 23 налогового кодекса, оно безусловно подлежит налогообложению. Все неустранимые сомнения, противоречившие неясности актов и законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика. Это означает, что если вид вашего дохода предусмотрен в Мировом Соглашении и предусмотрен в Налоговом кодексе части 23, соответственно, вам причитается оплатить государству налог. Вместе с тем, Мировое Соглашение является документом, который формируют сами стороны. И как вы назовете денежные суммы, которые вам будут выплачены в результате его заключения, зависит только от вас, ну и от способности вашего юриста. Соответственно, никто не запрещает выплачиваемому неустойку назвать компенсацией морального вреда, назвать платежом в связи с членством в тайном обществе мормонов и так далее. То есть, здесь можно проявлять какой-то креатив, который, в принципе, всем доступен. И не называть выплачиваемую сумму неустойкой или штрафом. Потому что, как только налоговый орган увидит такую формулировку, естественно, он захочет причитающихся 13%. Вместе с тем, когда платежи такие производятся от имени юридического лица. Юридическое лицо является агентом налоговым для физического лица. То есть, все платежи, которые происходят в сторону физического лица, по идее, должны учитывать налогообложение. То есть, в нормальной ситуации налоговый агент должен удержать причитающийся налог и отправить его в налоговую инспекцию, ну, соответственно, в бюджет. Но, поскольку у нас речь идет о судебном акте, налоговый агент не в состоянии поменять судебный акт, ведь у нас мировое соглашение утверждается определением суда, определение суда, безусловно, является судебным актом. Соответственно, налоговый агент лишен возможности удерживать сумму налогов. Если он это удерживает, значит, он не исполняет судебный акт в том виде, в котором его утвердил суд. Он должен оплатить миллион, он должен оплатить миллион по судебному акту. Он не может взять 130 тысяч и отправить в налоговый орган, сказав, что он заплатил налогоплательщику, ну, получателю денег, миллион. В этом случае налоговый агент должен уведомлять налоговый орган о том, что есть у физического лица такой-то доход, и, в принципе, с него причитается удержание налога, но произвести он это не может, поскольку он исполняет судебный акт. Если же он поступит наоборот, удержит и оплатит, то физическое лицо получателя этих денежных средств вполне может предъявить ему претензии, начислить неустойку и так далее. Поэтому тему, на самом деле, надо ли оплачивать штраф и в каком случае, мы уже показывали в своем видео ранее на канале. Тема называется «Надо ли платить налоги со взысканной застройщика суммы?». Ссылочку на нем вы увидите в углу экрана. Соответственно, формируйте текст мирового соглашения так, чтобы избежать налогообложения. Если вы, конечно, не хотите оплатить налоги, обычно речь идет о сотнях тысяч рублей, то неплохо бы было за счет таланта юриста сэкономить эти денежные средства. И, может быть, часть из них заплатить юристу за проявленный креатив. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо. Продолжение следует...